Всем привет! Сегодня мы поговорим про ambient-контекст. Это не очень популярный паттерн, хотя, скорее всего, вы с ним уже сталкивались. Вот пример его использования в датнет-фреймворке. Как видим, Thread, Current, Thread — это тоже примеры ambient-контекста. Так что даже если вы о нем не слышали раньше, то наверняка с ним уже сталкивались. Начнем знакомство с проблемой, которую он помогает решить. Проблема звучит страшно, называется «Course Cating Concern». Как видите, Google переводит и вообще ужасно. Наверное, наиболее адекватный русский перевод — это будет что-то типа сквозная функциональность. То есть некая функциональность, которая переплетается с нашей основной логикой, и ее сложно декомпозировать. На Википеде тоже есть такое некое определение, но лучше на такой картинке покажу. Вот, допустим, у нас есть модули, несколько разных модулей. В них там хорошо декомпозирована бизнес-логика, все красиво, четенько. Но вот мы внедряем логирование, и его надо поставить везде — на всех уровнях, во всех методах, например. Или там не во всех, а где-то внизу, например. И эти логеры надо как-то передавать туда. В общем, такая штука, которая тяжело как-то от нее избавиться. Есть различные способы с этим бороться, и, собственно, одним из этих способов является ambient-контекст. Ambient-контекст довольно хорошо описан в книге Марка Симона «Dependency Injection.net». Наверняка многие уже читали. Ну, в общем, те, кто не читал, очень рекомендую. И, кстати, у них на сайте расшарена полностью четвертая глава — это DI-паттерны. То есть там целиком в открытом доступе можно посчитать. Самое главное. Там, собственно, есть описание этого паттерна. Тут же есть пример самого типичного ambient-контекста. Это некий контекст, вот абстрактный класс, некий контекст, сам контекст. У него есть статическое поле current, через которое, собственно, будет производиться доступ к этому контексту. И вот видим отличие от синглтона, что, во-первых, сеттер есть, то есть его можно и нужно даже устанавливать извне, задавать. Потом также в геттере вы можете видеть, что здесь всегда возвращается какое-то значение, то есть не now. У него есть дефолтное значение, ну, это, скажем, как его описывает Марк Симон, для того, чтобы избавиться от этих лишних проверок на if now, if не now и так далее. Вот у нас есть некий дефолтное значение, сам контекст, дефолт-контекст. И в геттере также мы берем его из данных треда. То есть вот thread get data, thread set data используется. Это говорит о том, что контекст, скажем так, thread-специфик. То есть у каждого треда будет свой контекст. Ну, в принципе, никто не мешает сделать один контекст для всех тредов. То есть не класть его в данные потока, да, использовать как символтон почти. То есть один объект на все приложения. Точнее, не один объект. В жизненном цикле приложение может меняться, но типа один вот доступ. Где применяется именно этот контекст? Чаще всего его можно очень хорошо использовать для таких вещей, как логирование, трассирование, там сбор какой-то статистики, перформанс профайлинг, какие-то правила проверки, управление notification'ами, да, кеширование какой-то временной данных, транзакции и так далее. Здесь мы видим типичную схему применения ambient-контекста. Вот у нас есть некий основной метод, который вызывает там по цепочке другие. Сначала мы устанавливаем ambient-контекст через вот то свойство current, статическое, да. Потом там идет какая-то цепочка вызовов, где-то внизу, допустим, он нужен в контекст, и он просто берется тоже через это статическое свойство current. И в конце всего этого дерева вызовов, в главном методе, мы его диспоузим, отпускаем. Ну, то есть сбрасываем в дефолтный, ну, это очень желательно делать, скажем так, потому что можно, наверное, в каких-то случаях этого не делать, но все-таки это основная схема. Более такой из жизни пример. Например, расположим, у нас есть UI-библиотека, точнее, мы делаем свой UI, да, со своими формочками, своими панелями, своими контролами и даже со своим рендерингом. То есть мы делаем какой-то в раппер, там, над базовыми API операционки, и, допустим, у нас есть какой-то метод renderline, самый такой базовый, который рисует линию, и мы хотим там замерить количество его вызовов в нашем приложении. Можно, конечно, пойти таким путем, что передавать некий этот перформанс-каунтер, который здесь у нас в контексте показан, можно его передавать в качестве аргумента, как бы. Но нам тогда придется пройти через всю цепочку. Представьте, что у нас несколько панелей, там, несколько своих контролов, паттоны, там, листбокс, мобокс и так далее. И, соответственно, это, мало того, что это будет нарушение open-close принципа, то есть мы будем модифицировать уже существующий функционал, хотя это на самом деле перформанс-каунтер в этих всех панельках и контролах им не нужен. То есть они его просто придут вниз. А ambient контекст нам позволяет очень красиво это разрулить. То есть не надо модифицировать методы рендеров этих панелей, баттонов и прочих контролов. Он просто будет использоваться сразу там, где нужно. Но с этим связано, как вы, наверное, догадываетесь, еще одна проблемка, что, точнее так, это может привести к проблемам. Потому что здесь мы обходим контракт, то есть мы как бы неявно передаем это значение. То есть получается такой, даже не как скрытый аргумент, просто обходим контракт. Вот. И то есть если неправильно имплементировать этот ambient контекст, то можно использовать это скорее как антипаттерн, а не паттерн. Но об этом мы и поговорим, собственно, в этом докладе, о том, как же его использовать хорошо, чтобы не было с ним особых проблем. Вот еще пример такой же, более кусок хода. Это пример из библиотеки Сарелок. Такая библиотека логирования, кстати, очень классная. Если кто-то не сталкался, рекомендую взглянуть на нее. Там есть такая концепция, как лог-контексты. Соответственно, вот вы видите в коде. Мы понимаем то, что вводим какую-то информацию через лог-информацию, точнее свои какие-то текстовые данные. Мы еще эти записи, лог-рекорды, можем дополнять какими-то своими произвольными свойствами, обвешивать их, скажем так. Здесь также в виде вложенного контекста. То есть мы открываем push-in-property A со значением 1. И в этом вызове лог-информацию, carries-property A равно 1. Еще к нему дополнительно будет как-то этот параметр добавлен. Соответственно, дальше идет еще вложенный скоп. То есть переупределяем A, задаем еще B. И здесь уже будет информация, которая определенная в этом скопе. А здесь скоп этот вложенный закрылся. И мы, собственно, получаем A1. Вот такой пример. Именно этот пример меня и заинтересовал. Более подробно разобраться с амбином контекстом. И очень удобно использовать именно для такого вот кастомого логирования, особенно когда у нас идет большая иерархия, большое дерево вызовов. И мы хотим, чтобы где-то на нижних уровнях учитывалась какая-то информация, которая дается только сверху. Например, имя пользователя, который анисировал запрос или еще что-то. Вот. Ну, теперь маленький пример. Ага, понятно. Маленький пример в коде. Давайте попробуем нечто подобное реализовать. Туканевшка тут будет не логирование, а, предположим, у нас есть некая своя библиотека векторного графика. И у нас какое-то есть простенькое приложение, которое сравнивает два вектора. Но не просто сравнивает, а с учетом некого эпсилон-значения, которое передается вот через этот скоуп. То есть этот метод, если мы его запустим сейчас, выдаст нам, что два вектора равны. С эпсилон-2. Хотя эти векторы там 0,0 и 1,1. Значит, как мы это делаем? У нас перепределен оператор сравнения. И здесь там используется некая тк-вилл, с которой придается эпсилон из нашего калкуляшн-скопа. Здесь, соответственно, мы задаем скоп через ambient-контекст, мы задаем через вызов метода with-эпсилон, который означает disposable, но он будет использоваться в блоке using. и, соответственно, этот задается объект в калкуляшн-контекст. Это наш disposable, который на dispose будет возвращать предыдущее значение этого, предыдущее значение калкуляшн-скопа. Соответственно, current здесь будет property epsilon, статическая, и вот дефолтное значение его, просто double epsilon. Вот такой вот простенький пример. И как бы, ну, вроде бы на первый взгляд все хорошо, но, наверное, уже многие догадываются, что с этим и тут есть некие проблемки, потому что здесь ambient-контекст реализован, скорее, как антипаттерн. Почему? Потому что вот предположим, что у нас на проект придет какой-нибудь новый программист Петя, допустим. И вот Петя садится, разбираясь с кодом, а представим, что код гораздо сложнее, гораздо больше, намудренная логика, много, большая иерархия вызовов и так далее. И вот он как-то смотрит на меня, человек из equals, из epsilon, ему там надо разобраться, какой-то баг, например, происходит. Дебажит, и смотришь, что в одних случаях он сравнивает, ну, вот это условие будет true, в других случаях оно почему-то false. и он далеко не сразу может догадаться, что все дело в этом контексте, который задается где-то далеко от него. Кстати, еще, допустим, что в Geometry Library, это не наша библиотека, а взятая там какая-то open-source, например, который без символов, то есть в дебаге его так просто не поднимешь. Надо где-то куда-то идти, находить там сорсы на GitHub, и тогда только будет понятно, что здесь, оказывается, используется ambient контекст. Вот такая вот проблема. Что можно сделать, чтобы упростить жизнь Петя? Во-первых, нам придется избавиться от этих перегрузов и сделать метод эквилс анестетическим. Вот это мы все убираем. И, соответственно, мы будем вызывать напрямую. Ну, указывать. Ну, это тоже для примера. Вот, кстати. Допустим, у нас еще есть какой-то метод, где я использовал вот это равно-равно и, соответственно, там блогика ветвилилась. Ну, и тоже те же самые проблемы. И так уже, да, все работает. И тут уже опять будет сразу понятно, что, ага, здесь используется какой-то ambient контекст. Он это будет видеть в рамках одного проекта. То есть мы таким образом как бы подвинули ближе метод, в котором задавался этот скоб, и метод, в котором он непосредственно использовался. Так уже гораздо лучше. Так уже можно сказать, что, в принципе, это партнер. Значит, вот второй нюанс с этим кодом, особенно на никому, там, с артной методом идут с вам какой-либо шанс. Чем это отличается от логирования? Например, вот, когда мы используем ambient контекст как логирование, да, и когда мы используем вот таким образом, скажем, для каких-то вычислений, тем, что здесь ambient контекст, он влияет на результат, ну, на нашу бизнес-логику, по сути. то есть результат использования этого ambient контекста будет зависеть какое-то вот ветвление, да, или вот результат этого вызова. И вот здесь надо уже очень аккуратно его использовать, потому что надо понимать, что мы обходим контракт, и это может привести к проблемам с, ну, проблемам с пониманием кода, с майнтейненсом, вот, его считабельностью. Также надо понимать, что юнит-тесты, допустим, на этот метод, они должны учитывать ambient контекст. Вот если мы делаем юнит-тест на метод, в котором ambient контекст используется для какого-нибудь логирования, то есть не влияет на бизнес-логику, да, то нам не обязательно, в принципе, в юнит-тестах это учитывать, потому что логирование там, ну, не изменит наших результатов, не изменит результат выполнения нашего метода. Разве что там будет какой-то crash или exception, но это уже отдельный разговор, это уже скорее integration, тестирование таких вещей. Вот. Теперь вернемся... Сейчас. Скрыла эта штука. Так, вернемся к презентации. Давайте используем следующие терминологии. Метод, в котором задается ambient контекст, назовем access source, то есть источником контекста. Собственно, access scope, назовем область, на которой действует этот ambient контекст. То есть, в момент, когда он задается, открывается, скажем, и там, где диспозится. И, соответственно, метод, который использует ambient контекст, назовем клиентом контекста. Первая проблема, с которой мы столкнулись с векторной графикой, нашей библиотеки векторной графики, я называю code distance, очень длинное, большое расстояние между AC source, то есть источником, и клиентом. давайте мерить его в каких-то удавах, условно. Предположим, что у нас там расстояние, разница между двумя строками, одинаконно, которые одна за другой идут, это там 0,1 удав, разница между методами, то есть разные методы одного класса. Допустим, будем измерять в питонах, там, разница между классами в одном проекте в десятках питонов, и так далее, и так далее по цепочке. То есть чем больше этот показатель, тем хуже, скажем, для нас. Но это в случаях, если ambient контекст влияет на бизнес-флогику. То есть тут принцип практически такой же, как и с цикломатической сложностью. Это метрика, которая нам позволяет ответить на вопрос, является ли методом большим. Соответственно, если там цикломатический индекс больше, там, каких-нибудь 10, 13, или, то есть это настраиваем такой немножко показатель, на разных проектах он может быть разным. Тут та же самая история. Если можем там договориться на нашем проекте, что вот вот этот условный код бистанц, да, должен быть там в единицах у дал. То есть он, методы от C-сорси и от C-клиент должны лежать в одном классе, например, и так далее. То есть тут также еще на это влияет насколько, скажем, грамотные разработчики, насколько они в курсе того, что используется и где используются эти ambient контексты, паттерны, насколько это там хорошо задокументировано и так далее. То есть тут много, скажем, таких мягких нюансов. Нет жестких критериев особо. То есть граница между ambient контекстом, как паттерном, и антипаттерном, она такая немножко, скажем, довольно мягкая в этом плане. Еще одна проблема ambient контекста. Я это называю когда утечка ambient контекста. Глиден. То есть вот на этой картинке мы видим, что мы не используем using, то есть не через using делаем использ, а вот напрямую. Задаем тут with epsilon в нашем неком мета-верчеке s equals with epsilon 0 и соответственно это нам приводит к неправильным результатам, потому что после этого метода вызывается второй метод, который делает уже проверку. И это второй метод, он думает, что он находится в этом контексте. Он должен проверять в этом контексте. А мы здесь поменяли на 0 epsilon и не вернули в обратный стейт. То есть не вернули в обратный. Соответственно на экранчике мы видим к чему это приводит. Что второй вызов, там где должна была быть проверка выдавать true, то оно выдает false. Неверный результат. А таких уйтищих скопов как раз позволяет бороться используя using. То есть всегда надо использовать через using эти способы. К сожалению, скажем, как-то заставить калькулятор удостовериться, что наш disposable используется именно в using, а не напрямую или просто не создают еще метод. Пока вроде таких способов нет. Но я видел, что где-то у нас с colorflow есть ответ, что под руслем можно написать свой чекер, то есть свой анализер, который будет такие места выявлять. Пока может быть они уже есть, но еще не успел прошерстить весь интернет. Я думаю они скоро появятся. это было очень классно, потому что тогда мы могли достовериться, что все наши диспозобы вызываются using. Идем дальше. Извиняюсь, можно ремарку? По идее можно было using спрятать в каком-то методе и тело передавать в action. как action наверное это могло бы. можно. Просто конечно проблема в том, что нам C-Sharp компилятор пока не предоставляет каких-то способов проверить используется ли просто как объект или он используется именно в юзинге. Скопия юзинга. Ну да, я имею в виду это можно обойти не вынося использовав наружу вообще в принципе то есть его спрятать и предоставлять статические методы образно action. Окей, но ты его спрячешь. А что делать со скопом? Тоже смысл в том, что нам этот вначале мы открываем наш контекст, а в конце мы его должны закрыть. То есть в твоем случае получается, что надо сделать второй вызов в конце. Просто юзинг тем удобно, что мы конструкция юзинга просто определяем как диспост, ну как открываем переменную диспост, неважно что, а потом сам же юзинг закрывает эти диспосты в конце в блоке finally. То есть это такой синтаксический сахар, который очень удобен как раз для таких скопов. Ну да, просто я имею в виду тот вариант, что можно было предоставить метод run action with epsilon. То есть два параметра один epsilon. А, типа все это тело передавать внутрь в epsilon. Можно и так, кстати, да. Так будет гарантирован. Но тут уже надо будет смотреть на каждом конкретном проекте, где какой способ лучше. В принципе, да, хорошее замечание. Это вот такой хороший способ избавиться как раз от проблем того, что где способ используется неправильно. Как вариант. Там просто создавать каждый раз лямбду. Красота кода теряется. Ну да, то есть тут свои нюансы. надо сравнивать. Тут уже надо смотреть на практическом применении. В общем, как минимум будем знать, что есть два варианта. Помнить точнее об этом. Ну да, ну и третий это собственно написать какой-то disposable analyzer, который будет проверять такие места. Как раз такие места он будет выявлять. Я думаю, это как-то в будущем будет. Да, еще одна проблемка с ambient контекстами, которая может возникнуть. Надо быть очень аккуратным с многопоточностью. Особенно там, где мы используем task-pray library, потому что как мы знаем, task-pray library не гарантирует, что он будет параллельно в разных тредах. во-вторых, она не всегда ориентирует, что они будут допустим continuation task-а будет идти в том же самом треде. То есть тут тоже надо это очень учесть. В принципе всегда многопоточное программирование надо вот эти нюансы высчитывать, потому что ambient контекст, вот я сейчас вернусь к примерщику, вот видите thread-static, то есть через этот атрибут thread-static у нас вот этот field epsilon он для каждого потока будет свой, имеет свое значение. есть там, где в примере Марка Семена он там использовал thread get data set data, то вместо этого мы просто используем thread-static в данном примере. Но за этим надо следить, что наши клиенты и наши источники они все в одном этом по сапочке вызовов, чтобы они были не менялись потоками. Потому что соответственно если у вас используется какой-то асинка wait, сложный сценарий, а еще если используется конфигура wait or false, что бывает встречается в библиотеках, которые могут использоваться нами, то есть тут очень есть опасность потерять может возникнуть такая ситуация, что источник у нас в одном потоке, а клиент у нас используется в другом потоке. И соответственно у него этот контекст теряется, приводит к потерян контекста. Но с этим тут уже надо именно каких-то универсальных стратегий я пока не вижу. Если кто-нибудь придумает, будет супер. Может быть это может как-то разрулить. тут уже надо будет смотреть на практике. Так что не забываем свидетель о многопоточности, если она есть. Так, еще один сложный пример. Пример посложнее. Значит тут у нас делаем попытку сделать что-то типа транзактного логирования, причем сложенными контекстами. То есть смысл в чем? У нас есть какие-нибудь там person, сертификат и так далее. То есть у нас здесь идет создание какой-то даже не базы, а просто абстрагирование наполнения объекта person некой информации и информации о его сертификатах, допустим. И мы хотим как-то тут логирование может не совсем уместно как-то это запомнить. Ну скажем да, написать влог, что вот мы заполняем объект person такими-то полями и добавляем в коллекцию сертификаты и соответственно в этом транзактном логировании еще у нас есть такое условие, что это логирование должно быть как бы в транзакции. То есть вот мы заполняем person если здесь какой-то exception возник чтобы влог не попала вся эта информация. Я сейчас запущу, покажу как оно выглядит. Например, логируем user, вот у меня такие-то сертификаты, коммитим влог. Добавляем сертификаты, коммитим влог. А, сори, тут уже добавляем, ну, устанавливаем поля person коммитим влог. То есть если у нас возник какой-то exception, у нас задаются поля, поля сертификата, потом идет exception. То, что происходит, у нас идет rollback. И предыдущая эта информация, она не попадает. Ну, это такой немножко абстрактный пример. На практике, я думаю, тоже можно привести много каких-то своих кастомных транзакций или еще чем-нибудь в этом роде. Но здесь просто такой специальный выбор сложный пример, чтобы показать, как можно больше всяких нюансов, которые могут встречаться при имплементации этого ambient context сценария. Значит, давайте начнем сначала. В германе у нас идет, точнее, открытие и закрытие скопов, управление скопами через класс lock context. Да, это наш ambient context, класс, который реализует ambient context. Его свойство current будет свойство current lock scope. здесь немножко сложнее вся эта иерархия, потому что тут чтобы открывать вложенные скопы, нам нужен некий стэк. То есть здесь уже будет не один объект диспособл, а целый стэк этих диспособл. Типа transaction стэк. И соответственно transaction handler наш вложенный класс. Кстати, я там не упомянул, почему именно вложенный класс. Почему диспособл, который выдается наружу, мы делаем именно вложенным классом. Причем приватным. Для того, чтобы его нельзя было извне наружу, то есть здесь это в программе, привести к этому классу, чтобы он извне мог использоваться только как диспособл. диспособл. Здесь не можем скоб привести к внутреннему контексту этому классу, потому что его нет, он не виден снаружи. Здесь он используется чисто как диспособл. трансэкшнхэндлеру. происходит только через лог-контекст. Вот. Потом. CurrentLogScope. Мы тут используем два интерфейса. iLogScope это тот интерфейс, который, собственно, тот объект, который клиент этого AmbientContextScope может использовать. При задании свойств вызывается лог-контекст и вызывается один из двух этих методов. Помимо этого у нас еще есть второй интерфейс TransactionLogScope, который используется только этим AmbientContextом для логирования операции открытия скопа, закрытия скопа, коммита, роллбек и так далее. В принципе, в реальной жизни, скажем, в ваших задачах это может быть лишним, да? Можете его не использовать. Вот так для примера, на самом деле, чтобы пример был более полный, я его сюда включил. Вот. Так, сейчас вернемся к лог-контексту. И, значит, как работает этот лог-контекст. OpenTransaction, там, где нам сводается Dispossible, да? Он соответственно делает проверку. А, вот тут еще и определение уровня вложенности, да? По уровню вложенности идет Invent. Здесь создается TransactionHandler, помещается, пушится в стэк. Ну, там происходит вызов операции Open. Тоже еще раз вернемся к таким вложенным классам. У нас интерфейс через public методы, да? Но, поскольку этот TransactionHandler может использоваться только его контейнером, то есть только его контекстом, то все эти Open методы там, они доступны только из этого контейнера, такого контекста. Идет там сейчас, вот, идет Open. Пушим филу в стэк. И его даем наружу. Как Dispossible. Да? Там, соответственно, в блоке Using, когда идет вызов Dispose, то вызывается метод Dispose, да? Здесь мы определяем, находимся ли мы в exception или нет. Вот, кстати, тоже нашел такой факт узнать из нашего Dispossible, находимся ли мы в... Ну, то есть, был ли exception, да? В блок Final, который вызывает. То есть, мы диспользуем объект, когда произошел какой-то exception или все было хорошо. Вот есть такой хитрый метод. Правда, я не уверен, что он, скажем, с Node по точностью хорошо работает. Я еще, честно говоря, не проверял. Что-то надо посмотреть. И, единственное, что я проверил, что, вроде как, в Tutnet Core стандарте 2, который выходит, там эти, точнее, уже вышел, там эти методы вроде как реализованы. Но, опять же, не запускал, пока еще не запускал. Так что это тоже надо будет еще проверить. Вот, да. И мы определяем, был ли exception или нет, соответственно, надо ли нам коммитить или делать rollback. И потом, в этом же методе excuse мы должны оповестить наш контейнер, ну, в блок-контекст, собственно, о том, что мы закрываем этот scope, да, и он должен его удалить из стека. Тут еще добавлена маленькая проверочка на то, что мы, ну, то есть, на то, что мы правильный, скажем, scope удаляем из стека. То есть, что соблюдается порядок. Вот такой вот, FIFO. Ну, то есть, что у нас правильный scope диспользуется. Потому что, если мы можем уже там переменные записаны, да, и потом диспользить в жизнечном порядке. И тогда будут у нас возникать эти exception. То есть, это нам позволяет бороться, скажем, с утечками scope. Вот такая вот проверка. Так, вроде бы по этой части все. Такого интересного. А, ну да, и, соответственно, iLogScope, наш scope transaction, да, точнее, ну, iLogScope — это объект, собственно, логера, да, через который будет, например, дислогирование. То есть, который получается из ambient контекста, клиентами этого контекста. Ну, и здесь он есть у каждого, в каждом acscope, да, он свой будет. И передается через вот current log scope таким вот образом, что там сначала получается transaction handler, потом, если все хорошо, выдается этот scope transaction. А если нет, то вот наш default. Это наш некий stop log scope, который просто ничего не делает. Вот такая вот конструкция. Да, выглядит довольно запутанно, сложно, но, в принципе, скажем, если набить руку, то весьма удобно. Тут сложно, скажем, вот эта вот техническая сложность, да, в имплентации этого лог контекста, там, все эти хендеры и так далее, развязывание. Но использовать эту штуку довольно просто, скажем. То есть, просто в юзинге открывать transaction, да, внизу, там, где-то в вызовах, где-то внизу, там, где-то scope используется, просто используется scope. Причем здесь вы не сможете, там, передать информацию о том, что мы коммитим транзакцию, там, rollback сделать, да, и так далее. Хорошо. Мы так ограничиваем пользователей этого амбит-контекста, определенным функционалом. Ну, и тоже здесь обратите внимание, что, поскольку у нас идет какое-то логирование, это логирование, да, оно, как бы, не влияет на бизнес-логику. То есть, если сказать, что смысл, сейчас, что вот здесь нашей бизнес-логикой является, скажем, установка свойств, да, то логирование, оно не относится к этой бизнес-логике, да. Это вот этот cross-cutting consent, который вот стоит где-то в стороне. И, соответственно, он не влияет, как бы, на тест. То есть, если мы будем, там, писать какие-то, покрывать тестами эти свойства, то нам не надо, как бы, эти, задавать логеры и так далее. Задавать контексты проще. В принципе, это будет лишним. Вот, что еще интересного? Ну, тут единственное, что, собственно, это логирование там немножко запутанно сделано, потому что это такая ситуация, что log-scope, нет, сейчас, transaction logger, да, что он еще должен следить, ну, как бы, управлять во время реллбека, да, то есть он должен откатывать все эти изменения, которые сделаны в log-scope, которые сюда занесены. Соответственно, здесь сделано немножко хитро, скажем, этот log-scope ассоциируется, как бы, ассоциируется через transaction logger. Ну, это, в принципе, немножко выходит за рамки контекста. Что еще надо упомянуть? А, то, что вот эти вот i-log-scope, там, i-transaction-logger, да, они уже поддаются в депенциуме, в принципе. То есть в log-контексте, там, где они задаются, точнее, в этом transaction handler, или где, там, где они сейчас, да, вот здесь вот, например, там, где он создается transaction handler, да, идет цинициализация. Я здесь жестко все это прописал, но никто не мешает здесь также заюзать некий DI, DI-контейнеры, инициализировать это через механизм dependency injection, что, в принципе, тоже удобно. То есть mpn-context, видите, можно тоже разрулить с помощью dependency injection. Единственное, что вот этот механизм, он, собственно, захардхожен. То есть тут уже, ну, log-контекст вам не получится через dependency injection разрулить. Он, как бы, жестко вшит код захардхожен. Вот, ну, собственно, здесь это весь пример. Если у кого-то есть вопросы именно по этому примеру, может, еще что-то показать там, рассказать. Ничего не надо такого. Окей. Значит, идем дальше. Ну, и, собственно, мы уже подошли к концу. Резюме такое. Хорошо, это когда либо наш ambient context не влияет на нашу бизнес-логику, да, или, если даже влияет, то, значит, у нас небольшое расстояние между источником и клиентом AC-scope, и все эти AC-scope правильно открываются, закрываются, да. То есть желательно всегда использовать блок-юзинг. Ну, реализовать таким через disposable. А disposable. Вообще, да, первоначально оно, как бы, в интернете сделано немножко для других целей. Было для того, чтобы, скажем, отпускать on-managed ресурсы. Но этот паттерн, как видим, очень хорошо применимый для реализации ambient context. Вот и срывок тому тоже пример. То есть не только я так думаю. Ну, и, соответственно, всегда надо думать о многопоточности, если оно у вас есть. Тем более, если это какой-то мультитаск, ну, асинковые сценарии. Ну, и плохо, соответственно, когда ambient context аффектит бизнес-логику, либо у вас там большая, скажем, дистанция, условно говоря, дистанция между клиентами и источниками AC-scope, у вас AC-scope там еще, скажем так, то есть неправильно закрывается и открывается. И вы вообще как бы не думаете о многопоточности, там вам все равно там кто-нибудь в ассе все это разрулит, но это всегда плохо, если не думать о многопоточности, скажем так. Вот, ну, собственно, все. Ну, все, теперь ваши вопросы. Алло, что ты мне? Да-да. Можете по словам коротко прояснить, для чего нам, большую часть, вообще ничего не зразумит? Для чего вообще нужен ambient context? Да. Окей. Ну, вот пример. Например, для логирования. Это штука удобная. То есть, ну, сери-лог, я так понимаю, не сталкивался, да? Из этой библиотечки. Ну, сери-логи, там по-другому, лог-фонеты, там по-другому. Ну, вот. Инхибернет мая свои контексты и всякие такие штуки. То есть, вот, ну, вот, это амбент контекст анатон. Как раз. То есть, это для того, чтобы сделать величезный и крутой синглтон? Нет. Нет, это не синглтон. Это для того, чтобы, смотрю, чтобы нам не приходилось очень сильно расширять контракты. Если мы хотим пропихивать на нижнем уровне дерево вызовов, да, какую-то контекстную информацию. Ну, я, допустим, уже сталкивался с той ситуацией, когда есть какой-то гигантский сервис, который занимается каким-то рисованием, скажем так, и вот на нижних уровнях используется какая-то информация, которая известна только вверху. Представляешь, такой гигантский. Внизу, да, нам нужен, там, имя пользователя, например, который инициализировал, ну, не знаю, запрос, скажем. А имя пользователя у нас с самого-самого вверху. И чтобы не передавать этого пользователя через всю цепочку, через все эти транзитные методы, причем через кучу методов, где они просто не используются. Так, параметры там, чтобы... Так, параметры, да. Чтобы не плодить эти параметры, потому что я вот реально сталкиваюсь с примером, когда гигантский сервис, вот гигантское дерево вызовов, и там методы просто с таким списком по 10 и больше параметров. Потому что вот эти параметры используются где-то там внизу. И вот реально в таких случаях контекст очень-очень хорошо помогает. Потому что он позволяет этот контракт обходить, то есть тебе не надо расширять этот контракт. То есть информация вот эта контекстная, она используется там, где она нужна. Понятно, что вот с этим, ну, главное не переборщиться с обходами контрактов. Ну, как раз бы ты створишь такого good-objectа? Ну, good-object это, наверное, конечно, если, допустим, создать какой-то там свой юзер-контекст, да, и передавать его в качестве параметра вниз, да? А потом обвешать туда. Нет, ну, например, для меня вот просто, добрый, ну, good-object это получается такие глобальные изменения. Ну, ты просто их хорошо обгорнул на какой-то объект, и, грубо говоря, передаешь, маешь себе такую величезную глобальную объект, а який ты дальше... А, ну, да, да. То есть, конечно, с этим не надо мудрить. Ну, good-object просто занимается всем, да? Ну, ну, да. Ну, это такой good-object для какого-то стану, для контекста. Ну, да. Да, да. Да, я зразумею. Теперь я, оттепер я зразумею. Ну, это не такой, чтобы же good-object, правильно. Это его можно превратить в good-object, если навешать тем. Скажем, то есть, если в один момент контекст запихнуть весь функционал, то да, это good-object. А если вот, к примеру Симона, some context, наш класс, да, будет заниматься только какой-то одной обязанностью, да, single responsibility принцип выполняется, потом придет какое-то значение, и все. Он не занимается там всем логированием, трассированием, и обещанием по почте, и так далее. То есть, ну, если у него одна обязанность у этого контекста, тогда все окей, все, в принципе, солидно. Конечно, в него мы можем создать один ambient-контекст и запихнуть туда все. Это будет good-object, это будет антипатом огромный. А если он будет заниматься там, скажем, только логированием, где там, как здесь, то все, в принципе, окей. Ну и, да, можно, конечно, передавать в качестве аргумента вниз по всему этому дереву какой-то один наш контекст, там, скажем, брендеринг-контекст, и всю эту информацию запихнуть туда, да, в этот контекст. Ну тогда это получиться такой сервис-локатор, который как антипаттерн, да, то есть, мы размываем контракт, мы его не обходим, но мы размываем контракт, еще лишнюю информацию, которая скрыта в этом каком-то контексте, объекте, который через аргументы походит в ней. Вот чтобы такого не было, ну, ambient-контекст, очень удобно применимся. Окей, еще таки питание в юнитестах. Я так понимаю, что нема никаких проблем, как его маковать, там, подменивать и тому подобное. Тобто с целью нема проблем. Подменивать? Да нет, в принципе. Это ж, ну, это как в юнитестах есть синглтон, можно, в принципе, да, вызывать и так далее. То есть он, в отличие от синглтона, вот если в синглтоне у нас внутри синглтона создается инстанс, да, инстанализируется. Вот в ambient-контекст как раз предполагает, что, собственно, этот контекст задается снаружи. То есть, в принципе, в юнитестах мы можем его там задавать какими-то стабы. Да, вот, кстати, давай более подробно сейчас покажу. Второй этот пример. Вот контекст, да. У нас в ADS объект типа I love scope. Да, и вот я тут упоминал, что здесь мы можем подключить dpnc-injection. И во время юнит-тестов, да, через dpnc-di, чтобы здесь не стилизировался какой-то стаб. Или там мог, не важно что. То есть тут просто он захардкожен, да, вот это вот такое. На самом деле здесь мы можем использовать какой-то там контейнер или как-то по-другому. Или как-то по-другому обойти. сделать так, чтобы он задавался снаружи, например. Или передавался вообще внутрь. Вот, например, with, где там... Кстати, да. Наверное, так было бы груша. Ну, попробуйте. Здесь был block scope. Да. И здесь, соответственно, мы его там передаем. transaction. А, тут transaction logger. Да, ну вот в transaction logger. Тут просто немножко хитро сделано, потому что у нас iLog scope. Он оборачивается еще в transaction logger. Потому что этот transaction logger, он управляет стейтом этого iLog scope. Ну, не важно. То есть считай, что мы можем сделать вот так. и то есть он приходит снаружи. Мы можем во время тестирования его подменять. Ну, это отличие от Syngluton. Syngluton так просто не подменишь во время тестирования, да? Угу. Вот. Я понял. Я тебе позвоню. Может, еще какие-нибудь вопросы? Или там показать повторно что-нибудь? Any change. ui.